Итак, поговорим о фасадах на три буквы. Конечно, ребята, не на те три буквы, что вы подумали. Поговорим про фасады АМК. Я еще летом ребят встретил на выставке, где проводили мастер-класс по монтажу фасадов на пенополистирол. И решил его снять, несмотря на то, что звук не очень хороший. Я думаю, вам будет интересно. Мастер-класс был именно для монтажников, в целью заработка применения фасадов АМК. Сейчас нахожусь на стенде АМК и Алекс, которые во всех видео фигурируют, готовятся к мастер-классу по монтажу системы. Сейчас мы будем ему мешать, задавать вопросы. В данный момент он просто обрезает... Кстати, заметьте, на что монтируют. На пенополистирол, чем вы все любите утеплять свои халабуды пенополистиролом. Так что, вот налепите на свою хотенку пенополистирольчику и сверху залепите тем, что продает фасадная компания АМК. И будете как будто вообще богатые-прибогатые. Вот сейчас Алик подготавливает, обрезает по краю, чтобы фрагмент системы АМК соответствовал размеру той стены, которую он будет монтировать. Всякие моменты, которые не очень интересны, я буду ускорять, чтобы видео не получилось на 40 минут. Извините, я работаю без микрофона, некогда мне сейчас на Алик отцеплять микрофон. Не хочу его отвлекать, так что буду говорить на камеру. Как запишется звук, так и запишется в походные условия. Теперь дядюшка Алик готовит фрагмент, который будет монтировать на гипсокартон. Полистирол он подготовил фрагмент, сложил. Все на полистироле. А, все на полистироле, вот видите. Факир, как говорится, неудачный. Замечу от себя, что полистирол скроет все недостатки ваших там... Если у вас стены старые, тресканные, какие-то не очень красивые, то полистирол сначала сделает нормальную нулевую поверхность, которая потом уже... А самая? Обеспыленная. Вот кусочек, который Алик отрезал. Вот, смотрите, АМК и защитная пленка. Здесь натуральная крошка мраморная и композит. Сергей, композит как правильно называется? Смола? Смола как правильно? Акриловая смола. И на ней натуральная крошка, не имитация, не какие-то там... Это чисто натуральная, измельченная мраморная крошка. А пока дядя Алик работает, Паван спьет кофе. Вот раз жизни армянин работает, а русский отдыхает. Один раз в соседском союзе. Обращаю внимание, что Алик сейчас будет монтировать в чистой одежде. То есть при должном умении можно монтировать и не превратиться, как говорится, в поросенка. Вот сейчас мы проверим, Алик смонтирует чистый он будет или нет. Подходят люди, все ждут того, как непосредственно монтаж начнется. Алик заводит клей 37-й белый, ТИМ. Для бассейнов, мозаичных работ, для открытых. Как всегда, не рекомендуют. Так он достаточно эластичный и в то же время хорошо держится на основании. Разводят по рецепту на мешке. Никаких особенностей в разведении клея нет. Дядя Алик прекратил колдовать над клеем. И сейчас будет непосредственно монтажом заниматься. Я сделаю крупнее руки и мельче Алика. Хотя Алика мельче не получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КОНЕЦ! Там крошка? Нет, по 140 или 160. Класс, спасибо, дай себе. По 140 или 160 или не спроси. Я уже спросил, а не знаю. Тогда это ровно. Это очень сетка. Вот ты видишь. Пошли, позови там, блин. Все, вот вы видели все сами. Я там хоть и буду ускорять, потому что невозможно 20 минут. Теперь осталось, что, Алексей? Рассказывай, что дальше. Что дальше делать? Рассказывай. Теперь что? Надо сколько-то дней ждать? Смотрите. Нет подобных условий. Есть разные материалы. Как себе на это благу принимают. То есть, надо подождать, гарантированно, что высохла. Гарантированно, что подождать, как она высохла. Это, соответственно, Мася решает. Если мне на ближние две сутки, да, извините, если там один день дождь пошел, а на второй день пеношек отрывать, она не высохла. Так что гарантированно это означает. На что вы подклеили? Если бетонное, да, скажем, основание, он благу хорошо у себя принимает. В принципе, два-три дня ему понадобится, чтобы среку отрывать. Если пенопадит сегодня, да, там, она больше высыхает. Дать ему минимум три дня, чтобы она высохла, гарантированно. Прошу прощения, перебиваю, как всегда. То есть, грубо говоря, пришел через три дня к дому, начал вот так отрывать краешек и сразу все понял. Если вижу что-то косяк, да... Останови, не надо без пахлата оторвать, потом сказать ой... Ну, то есть, впитывай, температура, какой клей, сколько воды было в клее. Ну, в среднем, где-то дня три. Да, в среднем дня три. Два дня она высыхает, но лучше три дня, чтобы гарантированно его оторвать. А нужно в самом убедиться, не то, что там просто через три дня подходить, начать оторвать. Давай посмотрим. И потом оно приобретает вот такой вид. Вот. Все уходит. И все, и Алик отрывает. Оторвил теперь. Вот сколько конкретно вот на гипсокартоне вот этот слой простой. Когда вчера поздно вечером поклеили, мы не знали, что это гипсокардон, он очень хорошо себе влагу принимает. И специально поставили на кордон, на деревяшку поверхность, чтобы он влагу везде принимал, чтобы он гарантированно высохла. Потому что у нас высоха была на носу, мы не могли там, знаете, там... У нас времени не было. Все, то есть вы специально даже немножко помогали влаге удаляться? Да, да. Атмосферная сушка? Да, атмосферная сушка и все. Ну, как всегда, Алика благодарю. Алик всегда делится. Если более подробно, все на канале МК, там Алик на все что угодно клеит. И отдельные кирпичики, и систему целую. Пробуйте, экспериментируйте. Пишите под видео и Алик, или Сергей, или кто-то из сотрудников МК. Алик, спасибо тебе. Пожалуйста, обращайтесь. Тем, кто не знает, я поясню, что Алик не монтажник. Он за производством на фирме фасада МК. И, кстати, получилось, что он промоутер шоумен. Потому что он первый, кто снялся видео для канала АМК по монтажу. И с тех пор он везде демонстрирует мастер-классы. Кстати, более большие подробные видео по монтажу у них на канале. Там разбираются различные случаи, монтаж на различные материалы, антивандальные тесты и другое-другое про фасады МК. Хотите? Ссылка будет в описании и в первом комменте. Идея же этого мастер-класса была в том, что за вот эти буквально считанные минуты 0.6 квадрата Алик смонтировал опытный маляр с подсобником, который готовит, монтирует от 15 до 30 квадратов в день. Один подготавливает основание, а другой подготавливает листы. И даже больше. При том, что в среднем стоимость такого монтажа от 400 у сторонних бригад до 650 у бригад, которые работают именно с АМК, их собственных бригад, это очень выгодно. Это получается вырубка 10-15 тысяч на бригаду из двух человек. Это существенные деньги. Так что, если вы хотите на этом заработать, АМК это хороший вариант. Причем не обязательно быть маляром. Просто надо иметь и уметь держать зубчатый шпатель в руках и аккуратно уровнем отмечать горизонтальность рядов. И все. И вы легко все смонтируете. Многие, посмотрев это видео, вообще не поняли, что за фасады АМК. Они все на канале давно. Вот здесь, вокруг меня, в конце этого видео всплывут другие видео про эту систему фасадов АМК. Если вам видео оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, блымайте колокольчик. А в комментариях можете задавать вопросы по монтажу системы АМК. А я попрошу Алика или Сергея, начальника фирмы АМК, ответить на эти вопросы. Что вам еще стало непонятно про монтаж АМК. Всем спасибо за просмотр. Чтобы ваши фасады всегда мерцали и чтобы были яркие прияркие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok